9 апреля вписано в историю грузинского народа как день национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину. Ровно 30 лет назад в Тбилиси советскими войсками был разогнан многотысячный митинг. Мирные демонстранты выступали за независимость Грузии и ее выход из состава СССР. Однако советская власть по привычному ей сценарию применила против собственных граждан слезоточивый газ и тяжелую технику. Погиб 21 человек, большинство из которых женщины, сотни получили ранения, отравления, различные увечья. Азербайджан и Грузия – дружественные страны, стратегические партнеры. На пути к независимости оба государства пережили ряд трагедий. Схожая история, а именно оккупация 20% земель объединила азербайджанцев и грузин еще больше. В конце прошлого столетия в Тбилиси и Баку были подавлены многотысячные мирные демонстрации с требованием народа о независимости. Пошло 30 лет со дня большой трагедии для Грузии, для грузин. Невынные люди, молодые ребята, которые погибли, отдали жизнь за свободу нашей страны, за независимость нашей страны, за наше будущее. В общем плане 9 апреля, как и 20 января – это две большие трагедии, и у нас одинаковая боль. И у Азербайджана, и у Грузии. Мы все должны сделать для того, чтобы их память, их имена не были забыты. 9 апреля в Грузии нерабочий день. Это день национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину. В связи с трагической датой в этой стране и в ее дип-представительствах за рубежом проходят памятные мероприятия. Посольство Грузии в Азербайджане организовало фотовыставку. 21 человек стал жертвой советских войск 30 лет назад. Большинство из них – женщины, в том числе три школьницы. Сотни получили ранения, отравления, различные увечья. У грузин и азербайджанцев очень сложная история. Мы – соседи, и судьба – одинаково практически. И враги были одни и те же. И друзья. У других народов сложились очень хорошие отношения. То, что произошло с грузинами 9 апреля 1989 года, спустя год, января 1990-го, случилось и с азербайджанцами. Против минных граждан, борющихся за независимость, советская армия применяла тяжелую технику. Погибло очень много людей. А сегодня у нас в связи с оккупацией наших земель тоже одна цель – их освобождение. В результате расследования тех трагических событий комиссия, созданная съездом народных депутатов СССР, признала только факт об испыточном применении военными силы против демонстрантов. День 9 апреля 1989 года стал переломным для Грузии. Ровно через два года, тоже 9 апреля, лидер национального движения Звят Гамсахурдия, будущий президент Грузии, объявила о восстановлении независимости Грузии. Решение было принято на основании проведенного всенародного референдума, в ходе которого подавляющее большинство населения Грузии высказало за объявление независимости и выход страны из состава Советского Союза. Наказание же за совершенные как в отношении грузин, так и азербайджанцев преступления, виновные так и не понесли. Мехрибан Касунула, Рауф Гусейнов, Сибиси.